Региональный УФАС собирается закрыть Некрасовский рынок и оставить работающих здесь предпринимателей без работы. Среди населения поднимаются панические настроения. Однако, как нам удалось выяснить, все эти слухи – лишь слухи. И непонятно идущие откуда провокации, а по-другому это и не назвать, явно идёт против областных антимонопольщиков. Всё началось с коллективного обращения предпринимателей в адрес губернатора и мэра Кургана. Суть изложенного в письме – притеснение региональным УФАС и открытое желание антимонопольщиков прикрыть действующую в городе торговлю уличных ярмарок. За комментариями мы отправились к руководителю регионального ведомства. Чиновники, не желая, по всей видимости, потерять какие-то свои личные выгоды, пытаются ввести в заблуждение предпринимателей, которые осуществляют торговлю на ярмарках. Ярмарок несколько. Это не только Некрасовская ярмарка. Это по улице Выгодная, это на площади Сабанина, это по улице Кузнецова. Вводят их в заблуждение в каком плане. Говорят, что по исполнению предписания Курганского УФАС торговые места будут снесены, и предприниматели должны будут найти себе новые места для осуществления деятельности. Напомним суть вопроса. Региональная УФАС уже на протяжении нескольких лет говорит властям, что сельскохозяйственные ярмарки в областном центре, которые проходят под центральным рынком, ведутся с нарушениями. Если говорить проще, приоритетное право проведения мэрия без проведения конкурсов отдала центральному рынку. Тем самым любые другие желающие были откинуты в сторону. Кроме этого, по доказательствам УФАС, городская власть почему-то не обращает внимания на то, что бюджет города теряет многомиллионные суммы взамен 12% от договора с рынком. Вместо того, чтобы принять решение, а можно было собраться за круглым столом и обсудить эту проблему, найти самое лучшее компромиссное решение для всех, администрация города Кургана пошла иным путем. Обжаловав решение Курганского УФАС в суд, продолжать поступать тем же самым способом. То есть, заключив новое соглашение с центральным рынком, опять же лишив бюджет больших денег. Нами доказано, что только в 2015 году эта сумма составила 8 миллионов рублей. 8 миллионов – это лишь сумма, которую УФАС сумели доказать. На самом деле, по неофициальным источникам она в разы отличается. И вопрос даже не в этом, а в том, что идущие мимо бюджета деньги могли бы пойти на решение социально важных проблем – строительство детских садов, ремонт дорог, многое другое. Удивительно и то, что данная ситуация длится с 2011 года. Сейчас в данный момент в Курганском УФАС рассматривается еще два дела. То решение, которое было принято 11 июля, несколько буквально недель назад, оно было по факту 2015 года. В данный момент рассматривается абсолютно аналогичная ситуация по состоянию на сегодняшний день. Вот буквально сегодня мне пришел от Курганского центрального рынка отказ в предоставлении этой информации, с чем мы будем разбираться, будем решать вопросы возбуждения административного производства. Это означает, что на юридическое и должностное лицо будут наложены немаленькие штрафы. Удивительно и другая сторона. УФАС выступила в этой ситуации не только как контрольный или карательный орган. Антимонопольщики давно разъясняют, как можно привести все в русло закона. А способов на самом деле несколько. Самый лучший способ, если администрация города Кургана возьмет организацию ярмарок на себя, ну и соответственно сама будет взимать деньги за предоставление торговых мест. Другой, можно сформировать земельные участки под ярмарки и провести публичную процедуру. Пусть это будет конкурс или еще какая-то другая форма. Мы не против никакой формы. И предоставит право организовывать данные ярмарки победителю. Если говорить еще проще, в администрации много структурных подразделений. Создавать новую не нужно. Этим благополучно, по мнению антимонопольщиков, может заняться департамент экономического развития предпринимательства и торговли. А прибыль, которую будет получать город, сполна покроет все расходы и еще и останется на улучшение жизни населения. Я хочу, чтобы все предприниматели услышали сейчас меня и поняли, мы предписания об ликвидации ярмарок не выносили. Мы всего лишь обязали администрацию города прекратить соглашение с центральным рынком и организовать данные ярмарки иным путем. Кроме этого, региональная УФАС обращает внимание зауральских предпринимателей на то, что они могут обратиться в мэрию с предложением заключить напрямую с ней договоры о предоставлении торговых мест на ярмарке. Ведь землей Некрасовского рынка, вернее тем, что на ней происходит, по законному статусу участка, имеет право распоряжаться лишь администрация Кургана. Алексей Старцев, Александр Киселев, Лидия Когородцева, информационное агентство Курганру.